Место, в которое попадать не хочется никому, но смерть это часть нашей жизни и история каждого из нас рано или поздно закончится именно здесь. Бердянскому кладбище у Петровского спуска уже почти 40 лет, но оно до сих пор называется новым, хотя уже лет через пять здесь не останется места для захоронений. Что будет дальше? Разбираемся! Поехали! К счастью для большинства людей посещение кладбища это крайне нечастая процедура, но от того еще более заметен колоссальный прирост Бердянского некрополя. Начиная с 1981 года здесь похоронены уже более 60 тысяч человек. Учитывая нынешние показатели смертности и рождаемости в Бердянске, через десять лет население города и количество захороненных людей сравняются. Территория кладбища она ограничена и скоро может это место закончится, да? Да, территория кладбища функционирует с конца 1981 года. Теоретически я могу предположить, опять же много всяких факторов, осталось место где-то лет на пять. Это максимум. Ну, во-первых, рассматриваем постоянно в каждом отдельном случае варианты уплотнения кладбища, то есть под захоронение к уже покоящимся родственникам, опять же с соблюдением всех санитарных норм, ну и с удовлетворением пожеланий людей. Я понимаю, что гораздо выгодней и удобней, чтобы рядом родственников как можно было больше того, чтобы людям было территориально удобно посещать. Но все равно это тоже ограниченный ресурс такой, да? Сто процентов. Сто процентов. Что дальше? Дальше включаются полномочия уже обранных местом самоуправления нашего исполкома, совета. Есть ли вариантов расширения и оформления должным образом земельных участков не будет? Тогда мы подойдем к, наверное, определению нового какого-то земельного участка, территории с организацией инфраструктуры кладбища. Ну, в первую очередь, я думаю... Такие участки не рассматривали? Где оно возможно? Пока нет. Ну, вот как раз мы подходим к тому времени, когда надо это начинать делать. Скорее всего, это будет обращение от нас уже на имя мэра. И дальше я вижу это создание рабочей группы с представителями, со специалистами разных земельного, там, юридического управления в исполкоме. И работа группы для определения, опять же, этих участков. У меня нет данных в состоянии свободных территорий в городе Бердянске. Поэтому надо совместно собираться. Вот. И чем раньше мы начнем это делать, тем, скажем так, качественней мы будем уже подготовимся. Тема крематория, она периодически там возникает и в СМИ, и в соцсетях. На каком этапе вот она сейчас? Она вообще рассматривается как вариант? Смотрите, существует проблема, насколько мне известно, проблема по всей Украине с регистрацией и запуском новых крематорий. На сегодняшний момент на территории всей Украины всего есть три крематория. Получается, это еще осталось со времен Советского Союза. В Киеве, в Харькове и в Одессе функционируют три крематория. Конечно же, хотелось бы, чтобы для удобства была возможность где-то поблизости, хотя бы или в области, или в соседней области, чтобы была возможность для тех, кто желает именно таким способом проситься с человеком, чтобы был где-то крематорий. Но, я общаюсь с коллегами из Запорожья, на протяжении трех-четырех лет вопрос оформления документов у них не решается. Вот. Если в Запорожье или в Мариуполе, допустим, удастся все-таки им построить крематорий, у нас это сэкономит и земельный ресурс наш. Будут построены однозначно колумбарии, так скажем, ниши для захоронения урн. Развитие, строительство, оформление и функционирование крематория в Бердянске экономически нецелесообразно. Почему? Потому что необходимо определенное количество людей, для, скажем так, прощания таким способом. У нас этого количества нет. То есть мы по объемам... В общем, это будет очень дорого, да? Это будет очень дорого, да. Система крематория подразумевает постоянно, бесперебойную работу, скажем так, нагнетания газа, при помощи которого происходит сжигание, а выключение системы – это очень экономически необоснованно. Но, опять же, никто не уходим, не забываем, вернее, проблему оформления всех документов. То есть пока этот вопрос в Бердянске, скажем так, не развивается. Новое кладбище – это уже настоящий город со своей инфраструктурой, дорогами, наружным освещением, административным зданием и хозяйственными постройками. Старая часть уже очень плотно заросла и сейчас похожа на настоящую парковую зону. По закону такие места должны быть ограждены по всему периметру, но обнести всю территорию полноценным забором пока не получается. С учетом размеров здесь нужно строить вторую китайскую стену, пока границы кладбища просто перекопали. Своеобразный ров защищает от проезда автомобилей со всех сторон, поэтому попасть сюда можно только через центральные ворота. Воруют? Воруют, воруют. Отталкиваться надо скорее даже от, наверное, культуры людей. Для меня дико даже, честно говорю, что-то взять отсюда. Есть люди, у которых прямо промысел в более теплое время приходят, собирают выпивку, еду, которую оставляют. Ну, каждый свой выбор делает. Воруют, воруют части на могильных, получается, сооружений, двери воруют из туалетов. На территории вот нового кладбища раз, два, три, четыре туалета общественных. Ближе к поминальным дням каждый год ставим двери на туалеты и месяца через три уже они отсутствуют. Кому это надо, честно, не знаю. Ну, мы вчера вот проезжали и увидели, что на туалете нет дверей. Придется опять ставить? Придется, да. Я знаю, что были обращения от граждан, и мы здесь на месте ловили людей, которые воровали именно небольшие деревья. В основном хвойные, там, голубые ели, какие-то туи с целью перепродажи. Ну, сейчас, скажу честно, ну, за последние полгода ни одного обращения такого не было. Два особых сектора Бердянского кладбища – это почетный, в котором хоронят наиболее заслуженных людей Бердянска. И еще более печальное обстоятельство в нынешних дней – это сектор для умерших с диагнозом COVID-19. Приказ по предприятию издали для того, чтобы организовать новый сектор для инфицированных. Так называемый сектор 93. Он находится с одного края кладбища. Процедура привозит, получается, тело, которое уже запаковано в определенный пакет, находится в гробу. Капачи, получается, у меня одеваются полностью в защитные комбинезоны. Производится, скажем так, опускание, закапывание тела. После этого полностью защита вся снимается, она одноразовая, сразу же уничтожается. Ну и на предприятии отдельно дезинфицирующие средства, маски – все это мы пытаемся соблюдать. Как родственник относится к тому, что их родной должен быть похоронен именно в этом секторе? По-разному. Кто-то с пониманием, кто-то, я их понимаю, кто-то, конечно же, хочет, то ли рядом со своими родственниками, то ли просто не в этом секторе. Я их прекрасно понимаю. И вот здесь как-то пытаемся балансировать как на, скажем, требованиях по поводу захоронения их, так и на вот человеческих, скажем так, пожеланиях. Я прекрасно людей понимаю. Ну, где-то получается, где-то не получается. Одна из особенностей нового кладбища – это то, что за территорией у самого ухода к нему прирастает кладбище домашних животных. Сначала это были единичные захоронения, но в последние годы оно увеличилось несколько раз, и не заметить его просто невозможно. Да, оно не имеет какого-то официального статуса, но понять бердянцев достаточно легко, потому что для многих кошечки, собачки – это полноценные члены семьи. Некоторые могилки в плитке и вполне настоящими памятниками. Я обращаю на это внимание вот ровно как и вы. Мимо проезжаю и смотрю. Да, плохо, что нет у нас определенного места, четко установленного для того, чтобы можно было правильно, ничего не нарушая, проститься со своими там питомцами. Для кого-то это действительно уже член семьи. Я считаю, что хоронить их где-то вот за городом – это лучше, чем похоронить их в парковой зоне, где-то на газончиках каких-то там. Во дворе. Во дворе, да, в центре города. Хотелось бы это упорядочить. Насколько мне известно, на законодательном уровне у нас не урегулирован вопрос кладбищ домашних животных по Украине. Буквально на днях узнали, что на рынок ритуальных услуг в Бердянске заходит фирма, предоставляющая услугу кремации у умерших. Доставка тела в Харьков, сама процедура и отправка праха обратно. Услуга, так сказать, под ключ – 8800 гривен. Если в Бердянске появится колумбарий, то это новый подход к захоронениям и экономия места. Пока же классические и похороны с двумя вариантами копки – механическая и ручная, куда не может добраться техника. Сколько лет вы работаете? Лет 25. Изначально не было смущения все-таки? Ну, кладбище не самое такое веселое место. Ну, конечно, было. Тяжело было. Можно вообще сказать, что даже был такой период, что можно было уходить с работы до такой степени было тяжело. Морально давило, да? Конечно, да, давило. Ну, каждый человек, я считаю, просто перед тобой должна стоять цена, а ты на работе. Ты просто на работе. Работа копачи тяжелая? Конечно. Безусловно, тем более сейчас начнется зимнее время. Очень тяжелая работа, очень тяжелая. Ну, ничего, все здоровые, все молодые. Раньше я пришел сюда, был самый молодой теперь, вроде как самый старенький. Находили что-то интересное? Да, ну, как таково. Что тут можно найти? Это же не старое кладбище. Бывали, на свалке нарывались, проволоки, металл. А на старом кладбище поинтереснее, да? Ну, 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 да. А вот здесь точно может быть что-то интересное, да? Знаете, не зря есть фраза такая «интересное всегда рядом». Да, это вроде как уже и не территория кладбища, но опять же, по информации, которую старожилы рассказывали, раньше это была часть Азовского моря. Сюда заходило море, здесь даже были какие-то первые, то ли торговые, то ли частные какие-то, я не знаю, причалы, к которым подходили корабли. Сначала здесь выгружали какую-то часть груза, а потом уже шли, обходили косу и заходили в порт Бердянска. И здесь, возможно, если покопаться, можно что-то и найти. Ну, без призыва прийти и покопаться, да, то завтра здесь могут быть с лопатами. Ну, главное не нарушать закон, главное не нарушать закон и права и свободы других людей. А так, это, скажи так, не моя территория, не моя отчина, просто красивый вид и однозначно какая-то интересная история, сто процентов. Да, место не особо располагающее к светлым эмоциям, но оно со своими легендами, историей и видами, которыми при других обстоятельствах можно было бы залюбоваться. Новое кладбище в Бердянске в ближайшее время ждут большие изменения и, возможно, даже закрытия. И об этом нужно думать уже сейчас. Желаем вам здоровья и долгих лет жизни. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!